О чем хотелось бы сегодня поговорить? Вчера вот был первый день, и многие люди, участники, включившись в такое упражнение Farsight, почувствовали, ну я думаю, что почувствовали какое-то движение в группах и движение между группами. Но что интересно, не очень сильно появилось личное участие. Вот я смотрел тезисы, которые писали в группах. Как правило, эти тезисы, они про то, что кто-то где-то делает, и что-то кто-то должен сделать. Вот это вот ключевое, и это очень нормальная ситуация. То есть каждый человек, я думаю, что не только в Российской Федерации, но и в мире, очень редко свою вот эту роль и кто он такой, я, применяет в деле. То есть мы все время спешим себя как бы убрать в сторону, и неважно, критикуем мы или еще что-то. Мы не спешим предлагать то, что готовы делать лично, и за что готовы ответ какой-то держать перед самим собой. И вот я, написав «Библиотека и библиотекарь», попробовал понять, а кто вообще с библиотеками имеет отношение. И я увидел, что библиотека – это какое-то такое место, которое, по моему убеждению, когда-то было таким местом хранения сакральных знаний. Библиотекарь был, который был то ли самый вообще умный, то ли вообще волшебник, потому что он разбирался во многих вопросах. Книг у него было, как я говорю, мало, и каждая книга была сокровищем. И у него, безусловно, был очень высокий статус, у библиотекаря. Он не был, может быть, публичным человеком, и, скорее всего, не был публичным человеком. И библиотеки-то были не публичные, а какие-то специальные, скрытые, ну, потому что сокровища. Кто же сокровища-то на показ выставляет, а тем более людям, которые даже читать не умеют. А дальше началось вот это развитие книжного дела. Появилось огромное количество писателей-читателей. То есть библиотека стала местом, ну, как и книжный магазин. Ну, опять же, товаром книга была всегда, а вот библиотекой для читателей и писателей она стала не сразу. Более того, первые библиотеки, наверное, все-таки находились где-то, где происходили образовательные какие-то процессы или управление государством. Ну, то есть библиотека была местом, где хранились все-таки знания. Не книги, как вот книга про все, а знания по конкретному поводу. То есть библиотека была либо при университете, либо при каком-то органе, организации исправления, исполнения власти во всех ее возможных проявлениях. Но также я бы назвал книгохранилищем или библиотекой в каком-то смысле. Место, где собирались подать и налоги. Ну, то есть какие-то отношения. Записывались, сдал, не сдал, должен, не должен. Ну, и если взять там даже глубже копнуть, там таблички все наши глиняные, да, между речи там посмотреть. То есть о чем я сейчас говорю? Что говорить о будущем библиотек, не понимая прошлого библиотек, будет немножко бедненько. Ну, бедненько как-то так. Ну, что такое мой жизненный опыт там в 50 лет? Да ничего. Если же я дотянусь хотя бы на пару тысяч лет, то уже есть шанс свой жизненный опыт с чем-то сравнить. И вот тексты, в которые упакованы знания, как книги, это один сюжет. Тексты, в которые упакованы впечатления, это другой сюжет. Есть тексты, в которых нет знания, а есть данные. То есть знания там изложены буквально в рубрикаторе, да, вот постраничный перечень, что содержится. А дальше идут данные. Сколько чего, где, как. И вот сегодня как раз, что мы с вами переживаем? Ну, во-первых, книг, конечно, огромное количество. Более того, вот это наводнение книжное, или как многие, галактика или вселенная Гутенберга, наверное, знаете такую историю. В общем-то, это было глобальное изменение мира. Когда появилась печатная книга, она стала массовой, вот это море книг затопило библиотеки теперь уже. И библиотекари, оказавшись людьми неглупыми, даже очень даже талантливыми и умными, придумали библиографию и каталогизацию. И научились из этого хаоса создавать некое упорядоченное следование. И вот из этого сегодня мы и исходим. То есть мы забыли про это море книг, которые затопили нашу реальность. Мы считаем, что так было всегда. Мы считаем, что цифровой мир, что-то такое радикальное, значит, нам привнес. И где-то это правда, а где-то нет. Но мы очень часто начали путать, что такое знание, что такое данные. Мы вот постоянно, вот эта путаница, она, конечно же, должна быть разрешена на уровне тех, кто хранит тексты. И говорят, а вот это знание, а вот это данные. И цифровой мир нас в эту сторону подталкивает. Это вот первый такой вопрос, который я хотел бы. Но основной вопрос до того, как перейти к технологии, потому что каталогизация и библиография – это технология, методология, инструментарий. А вот содержание, форма, последствия, результаты деятельности библиотек – это, конечно же, вопрос очень важный. Важный, потому что мы же должны какие-то давать эффекты, какие-то результаты, причем не библиотекарю, а читателю. И вот это вот, кто же наш главный читатель у библиотекаря, я хочу задать вопрос. Я вот думаю, что библиотекарь. То есть если библиотекарь, главный читатель и получает от этого главный эффект, а главный эффект – это улучшение качества жизни здесь и сейчас. Я читаю, и мне хорошо. Или я что-то такое прочитал и применил в жизни, и моя жизнь стала красивой, безопасной и комфортной. Потому что знания направлены вот на эти три точки достижения. Красота, безопасность, комфорт. Знания человек извлекает и применяет для этого. Если же вы, находясь в хранилище знаний, не обустроили свою жизнь красиво, безопасно, комфортно, вопрос – что вы здесь делаете? Время отбываете. И дальше я понимаю, что сегодняшним заказчиком государства является а не библиотекарь и не читатель, и не писатель. То есть мы все дружно, свесив лапки, говорим «государство, ты нас зарегулировал, ты нас формализовал, ты нас нагрузил бесполезной работой, давай-ка разберись, как нам дальше жить, что должны делать библиотеки и прочее». И вот вчерашние разговоры, в том числе с представителями министерств, меня привели к следующему министерству, «слушайте, я же не знаю, что вы умеете. Я же не знаю, что вы хотите сделать завтра. Вы намекните, вы подскажите, что вы умеете. Я же не могу вам предлагать перепрыгнуть пропасть в два прыжка. Ну нарисую я вам сейчас библиотекарям вот такой вот второй берег и предложу прыгать. Вы начнете прыгать и, значит, все туда. Упал, ударился больно, руки, ноги, голова. Извините за метафору, но я так это вижу. Как только мы обращаемся к механизму, к государству, а государство не работает с людьми, государство работает с документами, то мы с вами получим документы, в которых то ли понятно, то ли непонятно, а делать надо. И вот наш с вами вот этот вот сетевой союз временный на пару дней, он об этом, кто готов из сообщества библиотекарей, из рядом находящихся, ну присоединиться, что ли, и сказать, я хочу это. При этом хочу без отлагательных условий. Хочу это значит завтра начну делать. А ты посмотри, что я делаю, и дай мне столько-то рублей, такое-то оборудование, такую-то информационную поддержку в моем делании. И вот этот шаг, он самый трудный, но он самый результативный. Сумеет ли отдельный библиотекарь это сделать? Вряд ли, потому что мы уже привыкли в нашей стране не высовываться. Поэтому вот эта вот сетевая сборка, где мы находим людей с похожим, как я скажу, диагнозом, потому что общую нашу ситуацию в мире, я, к сожалению, описываю как психиатрическую. Она нездоровая. Мы, в общем-то, живем в каком-то таком нездоровом состоянии, где мы с вами все вместе меряем успех нашей жизни количеством купленных туфель, ростом ВВП, увеличением пенсии. Ну, то есть какими-то метриками, которые не про живое, не про настоящее. Но это отдельная тема. Я бы просто... Но она важна, потому что библиотека является элементом сегодня негосударственного устройства. Она встроена в надсистему, называемую экономикой. И как ни странно, мировые тренды, написанные там, голосит экономика знаний. Вот если мы с вами, как библиотеки, встроены в экономику знаний, то как мы, будучи простыми людьми, от которых ничего не зависит, находясь в каком-то месте, в тихом, будучи библиотекарем, улучшаем свою жизнь при помощи знаний? Вот об этом, это первый пункт, я бы предложил сегодня подумать всем участникам нашего форсайта. То есть как я для себя делаю что-то здесь лучше, но мое делание пригодится и для соседа, и для соседки, и для другого, и для писателя, и для читателя, и для библиотекаря. Вот это вот первый вопрос. Далее тема сервиса, или тема сервиса активного и пассивного, потому что все в сервисной модели. То, что я видел, проводить, это очень правильно. Базовое знание, лежащее в основе качественной жизни, это знание о том, что такое время, что такое календарь, что такое праздники, как их переживать, как их проживать. Дальше идет знание о том, что такое я, что такое семья, что такое домохозяйство, как его правильно организовать. То есть это все простые истины. Просто книг очень много стало об этом. Раньше была одна какая-то или две, а сейчас много. Дальше идет тема о преданиях, о том, что такое здоровье и питание. Вот эти знания, конечно же, первоочередные. И если на них обращать внимание, то, я уверен, читателей и писателей можно соединить по запросу. И вот эта тема сервиса пассивная, она, если ее довести до предела, звучит, чего изволите. Вот если в первой, в пассивной роли библиотекарь готов сказать писателю, читателю и государству, чего изволите, я готов делать раз, два, три, четыре, пять, помогите выбрать. Именно вот прям сервис, это фраза, которая расшифровывается словосочетанием чего изволите. Чего изволите, товарищ губернатор, чего изволите, товарищ читатель, чего изволите, товарищ писатель. И мы ищем таких и говорим, скажите нам, что делать. Но они спрашивают у нас, а вы чего умеете? Вот здесь наша активная сервисная роль. Мы можем делать. И дальше это конкретной активности, коих в модельных библиотеках и в пространстве Молчановки очень много. Дальше, как организовать сетевое сообщество, то есть сообщение друг с другом по поводу конкретных дел. И вот если бы я говорил о библиотеке чуть глубже, не только о чего изволите, то вот здесь предельный, по моему мнению, как это, лестница для поднятия себя, превосхождения себя библиотекарем в том числе, который начинается с понимания, что такое знаки, что такое азбук и алфавиты, а заканчивается, в общем-то, главными вопросами. Зачем живем, зачем умрем, что такое рождение, перерождение. То есть одновременно быть пафосным и одновременно быть обыденным повседневным. Вот что такое книжный человек. Он способен быть пафосным и способен быть повседневным и сказать, сколько, значит, сыпать соли, значит, и говорить, что для вкусного чая нужно не экономить на заварке. А посрединке вот эти все вопросы, которые, в общем-то, наводят меня на новую задачу, новая антология библиотечного пространства и библиотекаря. Новая картина мира, которая не оторвана от прошлого, не оторвана от настоящего, но при этом устремлена вот в это перерождение в будущем. Потому что, если взять, как это, три категории библиотекаря, библиотекарь умирающий, библиотекарь живой и библиотекарь выживающий. Вот выбор на стороне библиотекаря. Ты умирающий, выживающий или живой? Определись и живи спокойно. Тебя никто ни в чем не ограничил. Зачем ты себе придумал вот это вот, что тебе, значит, раньше надо столько, а теперь столько, что у тебя нет денег, хотя непонятно, на что они тебе нужны. Я сейчас, конечно же, немного провоцирую и утрирую, потому что, безусловно, есть огромное количество базовых задач, которые мы описываем как проблемы. Но, тем не менее, призывал бы людей книжных размышлять и смотреть вот в какой-то онтологической картине мира. И хочу остановиться в первой части еще своего разговора на очень нравящемся мне элементе и сюжете. Это вот университет, где когда-то зачиналось вот это развитие библиотек. Наверняка вы все знаете слово «тривиально». А слово «тривиально» произошло из системы тривиум и квадривиум. Причем эти тривиум и квадривиум это были свободное искусство, их называли, или науки и свободное искусство, разные коннотации. Но это очень важно, потому что обретение тривиального, а потом и вот этих перекрестков, то есть перепутие – это тривиум, а перекресток – это квадривиум. Вот это вот перепутие, то есть способность удержания трех путей и потом еще правильно выбирать перекрестки, оно должно было приводить человека к пониманию философии и теологии, где философия – это было все, что познаваемо, а теология – все, что непознаваемое или, так скажем, учение о духе. С развитием позитивистской науки мы как бы с вами провели границу и сказали – познаваемое есть, непознаваемого нет. И вот там какую-то тысячу лет в этом зоологии развиваемся. Куда дальше в ближайшие десятилетия мы придем, мне кажется, все равно придется щупать и непознаваемое тоже. То есть позитивистская наука – дело в том, что она в основе своей построена на приборно-аппаратных комплексах, которые усиливают чувствительность осязания и зрения. То есть вся позитивистская наука построена на том, что мы приборами усиливаем зрение и осязание, отказавшись от всех остальных вещей, таких как обоняние, дыхание, слух, вкус. А тем не менее мы живем, в общем-то, мне так хочется верить, во всей сенсорике и во всем богатстве наших путей и решений. О чем я хотел, говоря о тривиуме и квадривиуме, напомнить. Это примерно 15 век, кстати. То есть это тогда люди считали нормой образованности. И первая единичка в тривиуме это грамматика. Но фраза «грамматика русского языка» одна из самых удивительных фраз в мире. Почему? Потому что грамматика – это греческое слово, язык – это тюркский, такой словарный запас и обозначает письменность. А вот русский – это самоназвание варягов. И когда вы произносите в школе «учите грамматику русского языка», вы обращаетесь сразу к трем контекстам – греческому, варяжскому и тюркскому. Это тоже очень интересный сюжет. Так вот, грамматика – это учение о знаках. А мы с вами живем в мире, придуманном людьми, которые составили азбуку. Мы все с вами живем в мире, мы пользуемся именами, объектов, отношений, словами, которые написаны знаками, а эти знаки придумали люди, которые составили азбуку. Но мы с вами, библиотекари, а я сегодня как библиотекарь, об этом даже не вспоминаем. И если раньше была подсказка, в которой говорилось «Аз буки, веди, глаголь, добро есть жизнь», то сейчас на этом месте «Абвгдейка» – это учеба и игра. «Абвгдейка», понимаете? А было-то совсем другое. Вопрос, нам это надо? Я думаю, что нет, сложно. И, в общем-то, усилий много, а результатов, как мы считаем, нет из этого. Но мы же не занимаемся этим, значит, нет. Эти же знания открытые. Аз буки, веди, глаголь, добро есть жизнь и далее, и же с ними. Ветхие – это знания, наверное, но базовые, знаковые системы становятся опорой для повседневного говорения. и вот вторая часть – риторика. А риторика – это не искусство публичных выступлений. В риторику тогда включалась полностью и метафоризация, и формализация, и поэтика, и респруденция, и письменная, и устная речь. Почему это было важно? Потому что в ту эпоху, когда кибернетика была искусством управления, искусством управления человеком и кораблем, а сегодня мы забыли, что такое кибернетика, риторика была искусством программирования реальности при помощи устной и письменной речи. Все знают сегодня языки программирования, да? А то, что язык программирования является усеченной письменностью, никто не задумывается. Так вот, уважаемые, я вам довожу, что вы каждый день наговариваете себе свою жизнь. Ибо вы, используя базовые, письменные и устные знаки и символы, наговариваете себе свою реальность, определяя имена отношений между всем, что вы находите в мире. Используя сущие, то есть существительные, глаголы, то есть действия, прилагательные, то есть описание качества и свойства. И хорошо бы, чтобы в библиотеку приходящий мог как-то тоже вместе с библиотекарем научиться программировать свою жизнь на уровне своего образовательного вот этого ценза, там на уровне чего там еще. Но, тем не менее, осознанно пользоваться устной письменной речью. И, соответственно, диалектика, она понималась тогда не так. А, я картинку, ну, вот, да. Я просто как картинки не для себя писал. И вообще не очень. Я понял, что нужно больше уметь разговаривать без картинок. Уметь программировать свою реальность устной речью. Уметь настолько точно давать образ, чтобы он был настоящим знанием. Настоящее знание принимается в момент произнесения. Как только вам сказали 10 слов, из которых вы поняли 2, то знания там, может быть, совсем нет. Потому что нужно понять хотя бы 3. К какой субъект, к какому объекту, с каким отношением обратился. Вот если в высказывании вы не нашли трех понятных вам слов, не требующих пояснения перевода, значит, вы не поняли ничего из этого словосочетания или предложения. Но при этом покивали. Когда речь устная, еще, слава Богу, он как-то интонации вам донес. А когда письменная, это беда. Так вот, диалектика, которая называется в обыходе логикой, это, конечно же, не то. Диалектика – это искусство развлечения. То есть мы берем с вами нечто целое, различаем части и способны из этих частей породить третье. То есть это и синтез аналитическое мышление. Это и способность производить знания и усваивать, извлекать знания. То есть оказывается вот это вот тривиум, действительно это тривиально. Если ты этого не умеешь, то ты в жизни ничего не умеешь, кроме как участвовать в чужих сюжетах. Ты, безусловно, можешь быть частью машины, ты можешь быть функцией, но ты абсолютно необразованный человек, ибо ты не можешь произвести свой собственный образ. У тебя нет для этого никакой способности. вот что такое тривиально, если к этому подойти по-библиотекарски, то есть разобраться в этом вопросе. С квадривиумом еще интереснее, потому что квадривиум позволяет управлять миром. И первая часть квадривиума это арифметика. Но это не искусство счета, это искусство числа и ритма. Арифму это ритмика, это все волновые и так далее, частотные и так далее, и так далее вещи. Это огромная сфера знаний. И она позволяла что делать? Она позволяла взяться за музыку. Но музыка это не извлечение звука. Музыка это и есть гармония. То есть это гармонизация света и цвета, звука и запаха. То есть это способность работать со всеми волновыми теми самыми концептами, которые выявляются как число и ритм. Это искусство управления гармонией и гармонизации того, что находится в диссонансе или дисбалансе. А далее у нас появляется геометрия. геометрия геометрия это все типы пространственных концептов, конструктов. И геометрия начинается тоже как бы порадую вас. Она начинается телом. То есть первое, что рассматривается в геометрии это тело. А в качестве подсказки берем с вами и говорим пять оршин. ибо метрия это метрика. А чем мы мерили пространство раньше? Конечно же телом. Сажень, косая сажень. Все в языке. Все там лежит на видных местах и полках пользоваться не умеем. Так вот метрия и гео. Гео это земля, а метрия разные метрики. Начинается с тела. Корпус и пространство тела. Занимаю свое тело. Габарит вот этот по-современному. А дальше геологию копаем исследуем. География чертим. Все понятно. Слова просто непонятные. Мы их куда-то намешали в этих книгах и считаем это знанием а это всего лишь структура представления данных. И далее еще интересней появляется архитектура. А архитектура это что? Это тектура глина вещество вселенной из которой можно создавать плотная материя а арх это старшинство. То есть архитектура это упорядочение материи по старшинству с целью какого-то применения. Ну и архитектор такой нормальный товарищ который знает архитектуру а еще и каменщиками управлять умеет. Старший каменщик. И не зря позже все наверное слышали о таких вещах как масоны были применены эти образы. Это не были просто значит погремушки. Это было точное понимание структуры знаний о мире и о себе. Ну и астрология замечу не астрономия номия это номинование. И вот я в интернете который все так доблестно хвалят не нашел ни одной адекватной работы по тривьему квадрифингу от слова совсем. Там пишут какую-то билиберду в хорошем смысле этого слова. Может я искал конечно плохо и каюсь заранее приношу извинения тем кто может быть действительно с этим разбирался. Астрология это искусство управления временем. Где вот все говорят ой астрология какие-то там рисует там фигню какую-то предсказательную. А дело в том что время это и есть соотношение небесных тел. земля луна солнце сутки и все понятно как они крутятся вокруг чего и каким образом просто дальше у нас нет времени у древних было у нас нет времени у нас данных много знаний мало и все знания из прошлого мы их портим каждый день теряем потихоньку но они заглядывали туда за горизонт и они понимали почему нужна астрология для того чтобы управлять временем потому что управление временем происходит только в сознании а время и сознание живут в теле а тело и сознание во времени вот это все оно связано и едино и если ты не занимаешься прогнозами то что мы с вами называем стратегическими сессиями то у тебя как правило нет будущего и я вчера вот интересная мысль возникла вернее она раньше возникла вчера достроилась что каждый из нас является писателем своей жизни но он пишет ее в прошлое а потом в будущем он сталкивается с написанными собой текстами и становится читателем своей жизни я подумал а где же тут место библиотекаря между этим писателем и читателем я понял что библиотекарь это тот который в будущем предлагает прочитать те написанные мною тексты в прошлое которые содержат знания потому что не стоит читать все подряд книги и лучше строить свое будущее на знаниях а не на тех редких вернее так массовых всплесках эмоций которые мы прописываем про себя в прошлое то есть оказывается и я сам еще раз понимаю что я тот самый библиотекарь который качественно собирает мои же тексты про мою же жизнь которые я пишу в прошлое и предлагает мне их для того чтобы создавать свое будущее вот именно красиво безопасно и комфортно и это была первая часть как я говорю про людей вторая про технологию она будет совершенно другая поэтому можно выдохнуть попробовать так расслабить плечи шею поясницу так это отпустить себя и сказать так сейчас что-то будет совсем непонятное я надеюсь в первой части было меньше непонятного потому что все знакомое так вот инжиниринг знаний или инженерия знаний она появилась почему я беру эту терминологическую связку потому что как раз в эпоху зарождения машин цифровых компьютеров появилось вот это вот словосочетание инженерия знаний потому что появилась возможность преодолеть базовую сложность библиотека сегодня хранит текст единица хранения это текст ну кто-то говорит документ кто-то говорит книга кто-то говорит экземпляр но тем не менее это текст просто текст может состоять из знаков любого типа графических знаков и картинок еще чего-то может быть библиотека аудио звучаний звуков так вот сегодня библиотеки хранят единицы текстов а хранение это тот самый каталог и та самая библиография как наука лежащая в основе этого но сегодня единицы и хранения не интересно вот иметь в виде текста а иметь интереснее в виде знания то есть знание может стать единицей цифрового хранения книга печать я бы заменил и дальше обращаться буду к этому термину цифра печать ибо печатаем ну что такое там страница напечатанная в какой книге она лежит в какую папку положу там она лежит книга это или не книга не знаю то есть цифра печать а хранение наиболее интересным которое я нашел это хранение на графовых базах данных то есть это графовое построение где древовидный каталог это усеченный граф ну то есть это граф который ну или вырожденный говорят или усеченный но на самом деле все знания между собой связаны и вот здесь плохо видно но как-то да света много и картинка поплыла презентация это будет я обязательно оставлю коллеги сможете потом посмотреть о чем идет речь когда мы с вами говорим о хранении единиц знаний и они читаются на человеческом и машинном цифровом языке то машина может эти знания соединять или разделять исходя из алгоритма который мы задали или из задания человека который мы смогли сформулировать и если раньше вот левая картинка книгу а и книгу б должен был прочитать человек чтобы сделать какое-то действие по поводу вывода и принятия решений я сейчас буду говорить о знаниях я не буду говорить о впечатлениях хотя впечатление это тоже определенный тип знаний приобретается опытом мы можем переживать очень глубокие чувства при прочтении хорошей книги но я обращусь более такой к инженерной составляющей которая позволит мне более четко высказываться а вот во втором случае две книги при наличии вот той самой структурированности в виде знаний которые построены на основе онтологии позволяет машине самостоятельно обрабатывать эти структуры знаний и я могу у такой структуры запросить не только роман война и мир ну и например все сцены любви в романе война и мир или соответственно все сцены войны но при этом казалось бы бросаюсь в такое клиповое сознание но вынужден сохранять целое то есть я знаю что это война и мир и может быть это такой хороший ход к преодолению проблем клипового сознания но там где клиповость там еще и выигрыш во времени то есть я могу запросить как целая так и часть и вот это вот способность удержания большого целого и маленьких частей это тоже новая технологическая реальность такая способность может возникать и что же такое возникает возникает та самая семантическая сом ну как бы технологическая семантика или семантика технологическая или технологии именно применения семантики в машиночитаемых знаниях. Как машина различает и что. Это математика, это отношение множества, это логические правила. То есть это все то, чему мы научили машины по образу и подобию своему. Но основная задача – это снижение трудоемкости и времени на извлечение единицы знания из огромного вот этого моря данных, где данные всего лишь подтверждают, что же такое то или иное знание. Ну и плюс у меня тоже вчерашний разговор один приведу. Мне говорят, слушай, что такое данные, что такое знание? Я говорю, вот умение следуя рецепту приготовить борщ, это, как раз, есть применение знания. А вот сколько чего нужно на конкретное количество борща, это, конечно, данные. Потому что тебе нужно условно на 10 человек приготовить или на троих. Вот там меняются критерии данных. А знание – это структура базовых соотношений. То есть некий такой, скажем, рецепт, концепт. Или человек, мы определяем, вот знание о человеке вообще. Это знание. А то, какой у меня вес, трос, дата рождения родители – это данные для тех или иных предназначений моего экземпляра. Для паспортного учета, для чего-то еще, для, значит, полета в космос и прочее. И каждый раз, имея одну структуру знаний человек, я собираю коллекции данных или параметров для того или иного применения знаний о человеке, о конкретном человеке, о конкретной группе людей. И вот это на сегодня получает все более и более широкое распространение. Такие центричные базы знаний, базы данных. Что еще важно? Что мы с вами, следуя той или иной цели, как правило, имеем прагматику. То есть хотим получить результат. И для получения результата используем различного рода целеполагания. Сегодня, я уже говорил об этом, мы находимся в понятии рынок, в понятии экономика. И это вот наша с вами развилка. То ли библиотеки должны стать структурой государственного устройства, единицей, то ли единицей экономики. Мне больше нравится, когда и то, и другое. Когда мы являемся структурой государственного устройства и частью инфраструктуры, которая работает со знанием, а с другой стороны, конечно же, мы можем поставлять те или иные знания для экономики. То есть нельзя уходить в идеализацию, но и не примитивизировать до уровня, значит, обслуживания простейшего выдачи книжки. Вот это нужно избежать. Это без нас уже решено, и там точно деградация как бы завершится окончанием жизни. Вернее так, в любом случае библиотекарь умер, да здравствует библиотекарь. Один ушел, другой должен прийти на его место. Но это не значит, что те люди, которые сегодня в библиотекаре, не являются ценностью. Они безусловная ценность. Передача опыта, передача знаний о людях, о том, что как происходит, должна быть каким-то человеческим образом организована. Так вот, огромное количество данных и огромная задача, которая по переходу от экономики книг, в которых упакованы знания, к экономике знаний, где знания выделены, являются элементами книги, это вот важно. Пропущу особые технологические такие вещи. Приведу буквально две картинки. Это вот, опять же, очень плохо видно, коллеги. Кто захочет, может посмотреть презентацию, и для всех, кто заинтересуется, мы сможем потом дополнительно провести какой-то разговор о этих схемах. Здесь речь идет о том, что структура извлечения знаний есть машинная, а есть, соответственно, не машинная, так скажу, книга-печать. Вот здесь схема извлечения знаний при книга-печати, жалко, что такое изображение, но ничего, где базовым источником хранения является книга, а есть, соответственно, цифра-печать, где базовым элементом как раз является знание. И вот этот переход, в общем-то, мы технологически уже произвели. То есть мы уже находимся в этом мире, где цифра-печать становится все более и более ну, как бы развитым сюжетом, а книга-печать все менее и менее. Но, тем не менее, сохраняется ценность и бумажной книги, и целостной книги. Но количество применений в единицу времени возрастает, конечно же, в сторону вот именно цифра-печать. И ровно потому, что ты можешь взять конкретное знание. Даже вот те поисковые системы, которые сегодня существуют, когда ты ищешь, неважно, там, билет, товар и прочее, прочее. То есть очень много сегодня у нас уже произошедших изменений. Ну, о последствиях я бы хотел, конечно, сказать. То есть, да, неудачно. Прошу прощения, моя недоработка, что слайды не читаемые. Но, тем не менее, я скажу это так, как понимаю, вижу и повторюсь, готов буду обсудить уже эти слайды позже. Сам факт перехода от структуры книг к структуре знаний позволяет создавать совершенно новую отрасль инжиниринга знаний, где машина, отслеживая увеличивающееся количество собираемых данных, начинает предлагать новые типы решения. А второе, при наличии общей базовой структуры возникает возможность соединять физику и химию, биологию и географию. Причем соединять это с минимальной трудоемкостью. То есть это совершенно новый мир, в котором знания начинают соединяться помимо внимания человека, без прочтения книг. И с одной стороны, это кажется невозможным, что ну как же это нужно перенести такое количество книг в цифровой формат. А с другой стороны, это абсолютно реально, потому что в начале появления печатных книг, все говорили, никто даже, вернее так, не все говорили, никто даже не задавал вопрос, а можно ли в книгах описать всю вселенную. И сколько для этого понадобится книг. Просто делались книги по поводу, по случаю, под задачу. Но в случае с цифропечатью качественно написанная книга, в которой структурированы знания, цифровая, она будет закрывать возможность для всех остальных, которые пишут просто так, для разнообразия с большим количеством воды. То есть для исследователя возникнет базовая сложность и ученого. если он не может произвести новое знание, а всего лишь пытается навязать в какой-то сфере деятельности новую терминологию, то это не проходной вариант. То есть если ты знания, по сути, никакого не произвел, ну хорошо, это где-то в другом месте находится. А для художественной литературы, мне кажется, такого ограничения нет, наоборот. Но вот здесь как раз и есть, какого типа книги становиться будут популярными, какие нет. Как искать редкую книгу перестанет быть сложной задачей. Ну то есть очень много задач для человека открывается нового типа. Закрываются старые задачи, которыми мы привыкли заниматься, и открываются новые задачи. Тот самый синтез, достраивающий анализ. Мы цивилизационно, как человечество, дошли уже до мельчайших частиц, то есть мы проанализировали все, что было доступно нам, анализируем при помощи приборов, а сегодня возвращаемся к целостному, к способности создавать целое и синтезировать нашу реальность. Ну и здесь уже по сути речь идет о том, что мы с вами входим в экономику, в которой как раз знания и факты становятся базовыми элементами обращения. Вернусь. Все-таки вернусь на начальную позицию. Таким образом, с чем я хотел бы обратиться к сегодняшним участникам, которые будут работать в рамках Foresight. Первое, конечно же, понимать, что технологические изменения произошли. И данный набор технологических изменений, по моему мнению, ну как бы мы прошли точку невозврата, то есть мы действительно будем в этой структуре жить. Уже очень нам удобно, у каждого в руках есть цифровое устройство. Это безусловный комфорт, который обеспечивая нам удобство, делает нас менее думающими, менее умелыми, менее внимательными и одновременно более эффективными. Вот что происходит, понимаете? То есть мы вдруг становимся эффективны, наши помогающие устройства нам позволяют быстро решить какую-то вещь. Но высвободившееся время мы куда-то уже потратили. Вот повысив свою эффективность при помощи устройств, мы все равно работаем, что называется, 24 часа. Чем мы занимаемся? Почему мы живем в этих устройствах? Что там такое происходит? И вот здесь тезис о том, что библиотека может стать местом, где человек пробует работать не только эффективно, но и разумно-осознанно. где мы помогаем так выстроить, во-первых, свое личное поведение, такое повседневное, и приходящих к нам людей для того, чтобы у них появилось свободное время для себя. Задачка такая, прям неподъемная. Но она очень важная, и за нее пока никто не взялся. А если рассуждать, что библиотека – это элемент инфраструктуры государственного устройства, где раньше в читальный зал приходил человек и погружался в некое состояние, давайте попробуем сохранить за собой право на то, чтобы дать человеку состояние, где он приходит и занимается своим состоянием вот этой вот знаниево такого опыта, получения знаний и применения этих знаний для себя. У меня нет ответа на этот вопрос. Это предложение подумать каждому. Имеет ли возможность библиотека оставить за собой право на вот то состояние, которое обретал человек в читальном зале? Это первое. Второе – это, конечно же, технология производства знаний, инжиниринг знаний. Готов ли библиотекарь и библиотека как сетевое сообщество найти ту предметную область? Может быть, это, кстати, мета-уровень, так же, как каталогизация и библиография. То есть взять на себя мета-уровень, где библиотеки сделают тот невозможный шаг, который был сделан сотни лет тому, чтобы море книг не затопило вот это человеческое сообщество. Чтобы море данных не затопило нашу с вами повседневность. И это прям библиотечная задача. Вот ее-то, я считаю, как раз самой актуальной. За нее никто не взялся. А вся тема цифровизации, всего остального, ее делают айтишники, которые ничего не понимают в знаниях. Они понимают в математике, они понимают в какой-то системности. Но это всего лишь одна сфера знаний. как можно ее как бы сделать для всех. Поэтому вот вернуться библиотекарю к вот этому высокому, где он научается сам и научает всех не утонуть в море данных, применяя разные новые методологии, технологии и прочее, и семантику, и антологию, и систематизацию, классификацию, таксономию и так далее. Это вот второй сюжет. А третий сюжет это какова задача библиотеки в месте ее нахождения, где местонахождение это населенный пункт, это регион, это страна и это мир. Нельзя, чтобы библиотека в современном технологическом укладе схлопнулась в точке населенный пункт. Там ничего живого не будет возникать. Только если ты осознаешь свое нахождение в населенном пункте, в регионе, где есть свои особенности, там и там, в стране, но при этом говоришь, моя библиотека есть на карте мира. Моя библиотека есть на карте мира. Я тот, кто владеет и управляет знаниями. Какими? О засолке огурцов, которые вкусные, самые вкусные в мире. Я владею знаниями, а засолки огурцов, они самые вкусные в мире. И я хочу поделиться им. Я утрирую, но, коллеги, с этого надо начинать. Удерживая пафос, конечно же, нужно знать, что ты на самом деле знаешь. Тогда не стыдно будет и, в общем-то, приятно, что у тебя есть тоже единица знания. А почему? Да ты миллион этих рецептов мировых перебрал. У тебя вон библиотека построена на графах, и ты знаешь не только количество соли, но и влияние Луны на засолку огурцов. Пожалуйста, займитесь просто этим с интересом. В этом есть очень много хороших переживаний. И, конечно же, это отношение, теперь уже, когда ты говоришь, моя библиотека есть на карте мира, я владею технологией, я структурирую знания, я знаю мета-структуры, я знаю конкретные структуры. Вот отсюда можно поговорить с президентом. Потому что надо разговаривать с президентом. Надо разговаривать с правительством, надо разговаривать с губернатором и задавать им вопрос, если мы, библиотекари, вот такие, мы знаем свое место на карте мира, мы знаем свое место в иерархии, структуре новой отрасли инжиниринга знаний, мы знаем свое место в человеческом сообществе, давай подумаем, какие задачи мы совместно решаем с правительством, с президентом, с читателем и с писателем. Вот я бы предложил так сегодня поработать над вопросом «Я библиотекарь?» Или «Я библиотекарь?» Или, может быть, «Я библиотекарь?» Вот как-то так, коллеги, я бы хотел, чтобы было живое сегодня и настоящее, но вам спасибо, готов буду еще раз и в удаленном формате, и там, где очно встретимся, общаться, о том, библиотекарь ли я. Или ты, или мы вместе. Потому что, еще раз повторю, я понял, что мне одна из моих ролей библиотекарь, который позволяет в будущем читать мое прошлое и применять его по назначению, крайне важна. Да, спасибо. Библиотекарь. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok